Всем привет! В эфире Спортивная среда. И я, Любовь Почерникова. Ивановские каратисты вернулись из Орла с урожаем медалей. В копилке нашей сборной два золота, два серебра и пять бронзовых наград. Всероссийский турнир Кубок Орла традиционно собирает сильнейших каратистов страны. Этот год не стал исключением. В соревнованиях участвовали порядка 800 человек. Ивановскую область представляли 19. Кубок Орла – один из первых крупных стартов в сезоне. Ребята, несмотря на хороший результат, уверены, что могут выступать еще лучше. И все для этого сделают. До этого мы неделю назад ездили в Венгрию, выступали на международном турнире. Ну, тоже показали определенный результат. У нас один из спортсменов выступал, а трое из них приехали с медалями. Но, опять же, тоже ребята не раскрыли полностью потенциал, и результат мог бы быть выше. И это был второй, так скажем, турнир в сезоне. И он тоже достаточно крупный сразу. 28 регионов. И конкуренция была, конечно, достаточно высокая. Каждую осень Иваново традиционно становится центром притяжения сильнейших спортсменов со всей Центральной России. Уже в девятый раз в нашем городе состоялся межрегиональный турнир по КУДО на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. Спорт понемногу становится новым брендом Иваново. Во многом благодаря КУДО. В течение года в областном центре проходят четыре крупных турнира по этому виду спорта, которые собирают немало участников и зрителей. На этот раз было разыграно 22 комплекта наград. Пять медалей завоевали ивановцы. Три золота и два серебра. Уступают действующие и чемпионы России, и победители первенства России, и призеры первенства мира, и чемпионата мира. Поэтому у нас на самом деле статус турнира очень высокий. И приезжают с разного голокола России на наш турнир. Мы себя уже зарекомендовали хорошими такими организаторами этого мероприятия. Поэтому все с радостью едут к нам на турнир. Мужская и женская, регбийные команды, белые акулы взошли на пьедестал победителями в один день. Мужчины оказались сильнейшими на чемпионате Ивановской области. Девушки показали лучший результат в третьем туре Кубка Золотое кольцо. В Иваново не приехала команда из Владимира, поэтому борьба развязалась среди трех команд. Ивановских белых акул, Ярославского флагмана и Московского локомотива. Наши девушки показали характер и стали чемпионами Кубка Золотого кольца по итогам всех туров. Ивановские тэквондисты показали высокие результаты на турнире клуба «Беркут». Ребята не только хорошо выступили, но и обновили спортивные костюмы Ивановской сборной. Соревнования шли два дня. И уже в первый день копилка ребят пополнилась тремя золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Второй день соревнований принес еще две награды. Мастер спорта по тэквондо Илья Данилов снова оказался в числе первых. Серебро у Егора Абрамова. Строительство дворца игровых видов спорта продолжается, но не все идет по графику. Какие проблемы возникли, расскажем в нашем следующем материале. По планам дворец игровых видов спорта уже должен отапливаться. Кроме того, подрядчик не выполняет график освоения денежных средств. Если до конца года не наверстать, миллионы придется вернуть в федеральный бюджет. Сложности возникли из-за того, что заказчик откорректировал проект. Сначала планировали устанавливать модульную электрическую станцию, но затем решили брать тепло у города. Его будут подключать по возможности ориентировочно к декабрю. К Новому году подрядчик планирует завершить большой зал и по трибунные пространства. В этом году мы должны освоить порядка 120 миллионов. Вот на этот момент, то, что мы сейчас докладывали, 80 миллионов должно было быть уже освоено. На сегодняшний день освоено всего 4,5 миллиона. Турнир «Олимп» первенства ФНЛ продолжается 5 октября в рамках 16-го тура. Ивановский текстильщик встретится на выезде с клубом «Армавир». Игра состоится на стадионе «Юность». Пожелаем успехов нашей команде. На этом у нас все. Любите спорт себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok